Первый этап Кубка страны по плаванию прошел в начале апреля в семи российских городах. Мастеров водной дорожки Сибири принимал Омск. В бассейне Альбатрос на старт этапа, который проводится на призы губернатора Омской области, вышло более 400 пловцов. Им предстояло за три соревновательных дня разыграть медали на 40 дистанциях. У нас, во-первых, есть прекрасный бассейн, соответствует который международным требованиям. У нас отличные, шикарные и давние традиции в плавании. У нас есть коллектив людей, которые готовы организовывать, судить это мероприятие. Ну и, конечно же, на Омской земле, как говорится, стены помогают. У нас есть ребята, которые достойно участвуют и в этих мероприятиях, и в других всероссийских и российских мероприятиях. Вот, должны же они когда-то на домашней земле выступать, в воде, так скажем, в присутствии своих зрителей, болельщиков, родных. Хозяева соревнований порадовали своих болельщиков и тренеров. В копилке омичей в итоге 26 медалей, 8 из них – высшие пробы. Плюс участие на этапе Кубка страны, безусловно, придало уверенности тем ребятам, которые уже через две недели будут представлять наш регион на столичных водных дорожках национального чемпионата. Хорошо организованы соревнования. У нас закупили новые щиты. Электроника работает, все работает. Настроение отлично, солнышко светит. Это же, во-первых, мы дома выступаем. То есть наши родители придут, наши придут друзья. И совершенно другие эмоции, совершенно другие ощущения во время дистанции и во время заплыва. Кристина Зотикова из Прокопьевска в Омске не в первый раз. Отмечают, что уровень организации соревнований здесь всегда высокий. Высока и конкуренция. У нас заплыв, так скажем, время очень плотно. Весь заплыв, все восемь человек практически с одним результатом. И вот на финише уже прям касание в касание все проблемы. По итогам первого и второго этапов будет сведен рейтинг спортсменов со всей России. Лучшие попадут в финал Кубка страны, который пройдет в Омнинске с 11 по 13 июля. Продолжение следует...